В ближайшие три недели Украина сможет наступить на шею Кремлю, и партнеры должны помочь ей продвинуться вперед и сломать эту шею, срочно обеспечив всем, о чем Украина просит, считает американский офицер. Также он высказался и об участии Лукашенко в войне. Об этом интервью телеканалу ТСН заявил командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес. Среди прочего он отметил, что Россия не достигла ни одной цели при вторжении. Путин не достиг ни одной своей цели. Борьба украинских солдат и украинского народа, то, как они борются, определяет это сопротивление. Россияне провалили все свои цели. Даже сегодня, через пять недель, они так и не захватили Мариуполь, который должен был стать первым городом, который упал, учитывая все преимущества, которые имели россияне, не получилось. И, конечно, частично это связано с неправильными расчетами, ошибками и ценой, которую они должны заплатить. Поэтому Кремль объявил об окончании первой фазы, а теперь о начале второй фазы, что, конечно же, является абсолютными сказками. Они не могут признать, что потерпели неудачу, поэтому теперь нужно идти на что-то другое, но это не будет длиться вечно. Помощь Украине должна доставляться оперативно. Западные партнеры должны понимать важность исторического шанса. Годжес уточнил, что Украину необходимо обеспечить вооружением, которое поможет уничтожить ракеты большой дальности, артиллерию дальнего действия, корабли и самолеты, с которых запускаются крылатые ракеты. Если мы не поможем, россияне начнут восстанавливаться, подвозить боеприпасы, они поймут, что делают не так и сделают попытки нового наступления. Поэтому сейчас мы находимся на острой стадии этой кампании, сказал он. Он отметил, что российская армия, безусловно, неэффективна, но у нее еще есть ядерное оружие, много возможностей, тысячи солдат. Поэтому мы должны воспользоваться возможностью сейчас, пока они потерпели неудачу. В противном случае нам придется снова иметь дело с этим через 2-3 года. Поэтому мы должны говорить о победе сейчас. Нечего обсуждать. Приоритет победить, восстановить суверенитет Украины. И это должно быть целью США и Европы, помочь Украине восстановить свой суверенитет. Тогда мы можем говорить с позиции силы, сказал Годжес. Ответил Бен Годжес и на вопрос, как он расценивает вероятность присоединения к войне белорусских войск. Он считает, что действия Лукашенко во многом сейчас обусловлены давлением Кремля. Я бы сказал, что такая возможность есть. Лукашенко – нелегитимный лидер. В этом нет никаких сомнений. Никто в мире не верит, что его избрание было легитимным. Но он сейчас у власти, в окружении силовиков. Но я думаю, что даже он видит, что небольшая часть войск из Беларуси будет уничтожена. И он потеряет даже это. Поэтому он пытается позволить России действовать с территории Беларуси. Но я думаю, что он пытается сохранить маленькую армию, которая у него еще есть. Это зависит от давления со стороны Кремля. Но при этом Лукашенко каждый день делает расчеты по поводу собственного выживания. До встречи, глядачи! Вы сто ему! Поширите, коментуйте, лайкайте. Мы – Сила! Продолжение следует... Продолжение следует...